Всем привет! Меня зовут Таня. И наше сегодняшнее видео пойдет о цветах. О самых основных цветах, какие цвета лучше приобрести в начале, если вы только начинаете постигать мир nail индустрии. И я немного расскажу о своей коллекции цветов. Итак, поехали! Сейчас в моей палитре около 90 гель-лаков. Расскажу о самых основных из них. Это, конечно же, белый и черный гель-лак. У меня это лаки от Nail Passion. Они плотные, хорошо самовыравниваются. Я ими довольна. Далее несколько бежевых оттенков. Они очень часто используются под френч или просто как самостоятельное покрытие. Серые и коричневые. Цвета не особо часто использованы, но есть тоже любители накрасить таким цветом. Розовые. У меня их огромное количество. Розовые это очень ходовые цвета. Их никогда не бывает много. Здесь и пастельные оттенки, и ярко-розовые, и перламутровые, и флюоресцентные. В общем, огромное множество их. Здесь даже не все они, что есть у меня. Красные. В принципе, красных на первое время будет достаточно трех цветов. Ярко-красного, приглушенного и цвета бордо. Желтые гель-лаки и оранжевые. Они тоже важны, тоже нужны, но не так часто я ими пользуюсь, как хотелось бы. Они яркие. В летний период, да, они используются, но во все остальное время они просто лежат, стоят, дожидаются своего часа. Мятные и зеленые гель-лаки пользуются популярностью у определенных людей. То есть, кому-то они подходят по цвету кожи, кому-то не очень. Но, в принципе, я тоже их использую. Далее идут оттенки голубых и синих цветов. По себе могу сказать, что чаще всего я использую из этой палитры всего три цвета. Это темно-синий, цвет индиго и какой-либо голубой из этих. Чаще всего вот этот вот. Такой басильковый. Фиолетовые гель-лаки. Я фиолетовый очень люблю. Я фанатка фиолетовых гель-лаков. Не знаю почему, мне очень нравится, как они смотрятся на коротких ногтях. Здесь и просто фиолетовый, и с мелким шиммером, с блестками, ярко-фиолетовый, фиолетово-розовый, припыленные цвета. Очень хорошо на осень. И такие более нежные гель-лаки. В принципе, всеми ими я хоть раз донакрасила. Потом на моей палитре идут цвета с блестками. Эти цвета чаще всего я использую перед Новым Годом, когда всем хочется блеска, яркости и так далее. Но вот в этом сезоне, конечно же, вот этот лак, как бы как рваная фольга, пользуется очень большой популярностью. Я уже купила второй флакончик. И последнее на моей палитре. Это такая небольшая коллекция гель-лаков «Кошачий глаз». Когда я уже начала заниматься гель-лаком, они уже немного подотошли от моды. И у меня их не так уж и много. Ну так, несколько цветов есть, чтобы предложить что-то клиентам. Мне, в принципе, их хватает. Что я могу посоветовать тем, кто только начинает этим всем заниматься? Не старайтесь купить сразу большое количество цветов. Эти цвета у меня набрались за примерно полтора года. Я их копила. У меня сначала была небольшая палитра, и потом она становилась все больше, больше, больше. Каждый раз в магазин я старалась ходить со своей палитрой. Потому что у меня было такое пару раз, что я приходила в магазин, покупала цвет, приходила домой. А оказывается, что он у меня почти такой же уже есть. Это все зависит от наших с вами предпочтений. Либо сядьте дома, посмотрите на свою палитру, оцените ее и запишите, какой цвет вы хотите приобрести. Потому что, когда мы все приходим в магазин, нам продавец выкладывает палитру, глаза у нас разбегаются, и мы хотим все и сразу. То есть, если палитра у вас маленькая, вы должны как бы немного разнообразить. Вот основную гамму цветов набрать. То есть, это белые с черным, бежевые, коричневые, серые, розовые, красные, желтые, зеленые, сине-голубые и фиолетовые. Не старайтесь покупать сразу много гель-лаков какой-то определенной фирмы. Я вообще не привязана к какой-то фирме гель-лаков, потому что ни в одной фирме я еще не встречала такого, чтобы меня устраивала полная палитра цветов. Все время мне чего-то не хватает. То есть, у меня есть цвета от Vogue, от Nail Passion, от Gratol и даже от Blue Sky. Конечно, лаки Blue Sky ни в какое сравнение не идут, например, с Gratol, но тоже имеют место быть, когда нужен цвет. Например, пару раз покрасить им. Если база и топ хорошие, даже гель-лак китайский Blue Sky будет у вас хорошо носиться. Самые часто задаваемые вопросы в интернете это, ближе мне цвета первые купить, чтобы, так сказать, начать собирать именно свою палитру цветов. Ответ очень простой. Из каждой группы, что я вам назвала, нужно купить хотя бы по одному два гель-лака. То есть, например, бежевый, белый, черный, пару розовых, пару красных, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Ну, конечно же, гель-лаки с блестками можно заменить обычными блестками с смешанным стопом. Если у вас будет хотя бы по одному цвету из каждой этой группы, у вас уже будет такое разнообразие цветов. Ну, либо опирайтесь на свой вкус, если вы хотите просто покрывать ногти гель-лаком себе и подругам, знакомым. Либо опирайтесь на просьбу их, например. Если у вас еще остались вопросы, пишите их в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Таня, Бестнейл. Всем пока!